привет всем кто заглянул ко мне на канал конечно же вы не забыли подписаться конечно же вы поставите лайк этому ролику потому что сегодня будет ваша любимая тема сегодня у нас будет наращивание ногтей на верхние формы у нас сегодня пришла клиентка со своими натуральными ногтями очень люблю натуральные ногти очень люблю как они выглядят но нет мы будем наращивать и для того чтобы нарастить новые ноготки от старых ногтей нам нужно избавиться нам нужно убрать полностью отросший свободный край подпилить его максимально под мясушку убрать все уголочки которые у нас где бы то ни было торчали и конечно же необходимо взрыхлить ногтевую пластину пилочкой взрыхляем мы очень аккуратненько максимально без нажима практически не пилим только снимаем глянец ноготка дальше конечно же отодвигаем кутикулу убираем птеригий и после этого убираем пыльку потому что мы потом будем наращивать до этого лишние вот эти вот махания кисточкой убирания пыли я считаю нецелесообразным потому что это трата просто времени мы все равно будем пылить мы все равно будем пилить поэтому пыль убираем после того как пыльные работы у нас закончились для окончательной сцепки ногтевой пластины и будущего искусственного материала мы нанесли праймер потом базовый гель подобрали верхнюю форму посмотрели внимательно чтобы наша верхняя форма везде хорошо закрывала в рост и натуральных ногтей то есть нам необходимо посмотреть чтобы нижние направляющие на этой форме находились на месте это просто подбор размера вашей формы обратите внимание что если вашей формы не хватает для того чтобы перекрыть полностью ногтевую пластину со вростами значит вам нужно взять размерчик формы побольше далее наносим в верхнюю форму материал распределяем его аня просила у меня длину двоечку но что-то пошло не так в этом месте длина была явно не двоечка все почему потому что опыта наращивания на верхних формах у меня не так много и количество материала я еще себе в голове не держу то есть мне кажется что я нанесла вроде бы материала совсем немножечко но в конечном итоге получается что его довольно таки много после того как мы просушили поджали наш ноготочек полностью просохли материал нам осталось все это безобразие только опилить да всем кажется что если вы моделируете ногти на верхних формах то никакого опила у вас здесь нет нет есть и опила здесь тоже довольно таки много нам конечно же необходимо подобрать торец нам конечно же нужно обработать зону в районе кутикулы нам конечно же надо если у нас миндалики нам нужно сделать красивый свободный край то есть нам нужно собрать весь материал ну а весь материал который мы собрали который у нас оказался лишним нам конечно же необходимо размазать по верхней арке то есть пилим и ровно столько же если бы мы работали на нижних формах поэтому здесь сэкономить время к сожалению у нас никак не получится ну и плюс дополнительно на верхних формах у меня подразумевается ровная площадка то есть из апекса выходит ровная параллельная боковое селение я же хочу немножечко эту площадку опустить поэтому при опиле заваливаю пилочку таким образом чтобы опустить свою площадку чтобы она была немножечко вниз направленная как на современном миндале в общем опила здесь столько же сколько и везде как мы с вами выяснили а то иногда и больше потому что кроме того что попилить верхнюю арку нам необходимо еще и попилить внутреннюю арочку потому что весь лишний материал в случае с верхними формами находится именно внутри нашего ноготка обычно он находится на поверхности а внутренность ноготка у нас чистая формируется бумажным шаблоном здесь же все наоборот ну а далее ваша любимая процедура вырезание кутикулы для меня это вот буквально таки путочный процесс но вот серьезно это выглядит как будто пытки клиента вот со стороны кажется такое впечатление что здесь все это очень страшно на самом деле болевых ощущений клиент не испытывает болевые ощущения испытываю я почему потому что у моей они очень странная кожа вот единственная кожа у клиентки с которой я еле-еле справляюсь потому что почему потому что чуть-чуть тронься ее ножницами или каким-то режущим инструментом и она начинает тянуться но вот это буквально я вам говорю что она начинает тянуться то есть появляется все больше и больше кожи со всех сторон которую хочется отрезать и на боковых валиках и на верхнем валике то есть такое впечатление как будто вот ты подрезал кожу она в район подмышек сразу же пошла я не знаю понятно ли я объясняю напишите мне в комментариях есть ли у кого-нибудь такой же клиент потому что здесь сколько ее не режь сколько ее потом не шлифуй сколько потом с ней не морочься чем только ты ее не обрабатывай все равно такое впечатление как будто вот в районе первой фаланги у нас все равно какие-то лопухи кожи висячие короче выполнение на не маникюра на аниных руках это еще то удовольствие хочется креститься в этом месте очень сильно потому что и кожи смотрите сколько отрезается но просто залежи какие-то просто кошмар кошмарный после того как у нас выполнен маникюр кстати вон на указательном пальце можно посмотреть да и на безымянном пальце можно посмотреть о чем я говорила когда говорила что кожа тянется вот смотрите я еще и зашлифовала сверху шариком я еще кучу лишних телодвижений сделала а все равно лопухи как лопухались так и лопухаются о может быть мне кто-нибудь в комментариях подскажет как с этим бороться ну конечно же кто-то знает и обязательно мне напишет что делать вот с такими руками так вот после того как мы выполнили все обрезки мы делаем парак раз ну и собственно говоря на этом можно остановиться то есть 90 процентов клиентов не мои конечно же у меня все 100 процентов клиентов рисуют на 90 процентов клиентов других мастеров назовем это так на этом этапе останавливаются и считают что работа выполнена вы же знаете что мы на этом не остановились но дизайн этих ручках будет в следующем ролике а сегодня я вам предлагаю выбрать угадать выяснить какой же дизайн на этих руках мы нарисовали я вам предлагаю три варианта дизайна выберите какой из этих именно на тех руках которые мы сегодня с вами делали варианты пишите в комментариях ну а мы с вами конечно же узнаем ответ скоро на канале короче мы узнаем ответы я постараюсь нигде не спалиться все-таки и не подсказать вам что же здесь происходило надеюсь вам понравилось надеюсь вам было интересно полезно встретимся с вами в новых уроках пока